Все лучшее детям, все лучшее взрослым. Заветные стаканчики, брикетики между двух вафелек и еще около 150 видов замечательного, качественного, натурального, а главное проверенного временем и миллионами покупателей мороженого из города Рязань. Добро пожаловать на фабрику рязанского мороженого, основанную 60 лет назад. Фабрику, которая более чем полвека создает всеобщую радость из натурального коровьего молока, сливочного масла, сахара, сгущенки, как принято говорить, со вкусом, знакомым с детства. А знаете ли вы, что хит всех советских времен и народов, основной долгожитель лотка с мороженым, его величество стаканчик, по всеобщему заключению экспертов рынка мороженого, должен был исчезнуть с прилавков магазинов еще в 2002 году. С приходом западных технологий вафельному стаканчику с начинкой из мороженого предрекали конец с наступлением 21 века. Но 35% российских граждан так и остались верны своему кумиру. Итак, представляем вам на сцене его сиятельства вафельный стаканчик. А как его делают? Как говорится, традициям верны. С 46 года, со дня основания Рязанской фабрики мороженого, в производстве вафельного стаканчика ничего не изменилось. А вот мороженым его наполняют сейчас совсем по-другому. Люди старшего возраста отлично помнят, как пломбир в стаканчике накладывали мороженщики на улицах советских городов. Сегодня мороженое пасует автомат, но все начинается с выпечки вафель для брикетов и стаканчиков. Стаканчики и плоские вафли для брикетов выпекают в специальной термопечи. Процесс начинается в тесто-месильном отделении. На фабрике используют только натуральное сырье. Работница просеивает муку и засыпает ее в миксер. Муки просеяно должно быть столько, чтобы ее хватило на 25 тысяч стаканчиков. Именно столько выпускают за день на фабрике мороженого. В смесительной машине происходит тщательное перемешивание. Готовое тесто перекачивается по системе труб и начинается выпекание. Перед вами отечественная линия, которой нет еще и пяти лет. Традиционные стаканчики с пломбиром внутри выпускают только в России. Выпускать стаканчики на импортном оборудовании невозможно. Ни в Европе, ни в Америке не знают, что это такое. Везде в ходу трубочки и рожки. К тому же импортные умные машинки отказываются понимать, что такое натуральное молоко, мука высшего сорта. Как это так? Не включать в состав изделия закрепители, эмульгаторы, подсластители, усилители вкуса и прочие идентичные натуральным продукты. С точки зрения западных технологов, русские мороженщики – этакие динозавры мирового рынка мороженого. Но как это делать мороженое из чистого коровьего молока? Цивилизованный Запад давно уже ублажает себя химией 21 века. Русские опять отстают. Только вот отстают ли? Российскому покупателю такое отставание нравится. Поэтому вафельный стаканчик с пломбиром внутри – традиционный русский хит. И выпускается исключительно на отечественном оборудовании. Дозатор наполняет специальные емкости тестом. Тесто ровно столько, сколько нужно для вытеснения его после опускания пресс-формы. Пресс-форма опускается и вместе с будущим стаканчиком направляется в печь. Каждый стаканчик выпекается в печи при температуре около 190 градусов 3 минуты. В стаканчике выходит из печи и автоматический нож зачищает излишки теста. Но, как и многое в России, работу нужно корректировать вручную. Пресс-форма раздвигается и стаканчики попадают в накопитель. Работницы собирают их в гирлянды и укладывают в ящик. Выпечка вафелек для мини-пломбиров – менее хлопотное дело. Внутрь пресс-формы заливается тесто. Далее процесс напоминает выпекание вафель в домашней вафельнице. На фабрике цикл замкнутый. Наполнение пресс-форм автоматическое. А вот вынимаются готовые вафли вручную. Вафельные листы разрезаются на специальной резательной машинке на привычные всем прямоугольники. В силу стерильности производства по санитарным нормам снимать замес мороженого запрещено. В цехе замеса посторонние, не прошедшие тотальную санитарную обработку, находиться не могут. Там, где готовят мороженое, фабричные санитарные врачи не допускают заноса случайных бактерий. Помещение в начале каждой рабочей смены стерилизуется в течение полутора часов. А расфасовывается пломбир достаточно занятно. На линию стаканчики устанавливаются вручную в гнезда люлек. Через дозатор происходит наполнение мороженым, поступающим по системе заводских труб. В стаканчике следуют в холодильную камеру шоковой заморозки. Почему шоковой, спросите вы? Потому что по технологии заморозка должна быть быстрой. При лютом морозе в минус 30 каждый стаканчик замораживается за полчаса. С нашей с вами точки зрения полчаса не такой уж и быстрый срок. Но с точки зрения технологов это чуть ли не моментальная заморозка. Все же происходит естественным путем. Никаких посторонних примесей. Готовое мороженое автоматически опрокидывается на ленту конвейера и поступает в порционную упаковку. Узнаете? На этикетке написано 15 копеек. Эта цена на стаканчик держалась на протяжении десятилетий. Сейчас 15 копеек превратились в 10 рублей, что по нынешним меркам практически одно и то же. Рязанские стаканчики можно купить от Владивостока до Калининграда. В самой Рязани такой стаканчик стоит 7 рублей. Пломбир между двух вафель производится менее оригинально. Белоснежная смесь, будущее мороженое, поступает на фризер, оборудование внутри которого происходит насыщение воздухом, взбивание и частичное охлаждение до минус 5 градусов. Процесс технологически закрытый и само мороженое можно увидеть только тогда, когда оно поступает на фасовку. Сначала устанавливается рулон фольги. Автоматически формируется коробочка, в которую укладывается нижняя вафелька. Дозируется мороженое. Сверху укладывается вторая вафелька. Коробочка автоматически закрывается, брикетики выдаются на конвейер, укладываются в люльки и подаются в шоковую заморозку. Готовое мороженое складывается в коробке. А это мороженое нового поколения. Сливочное мороженое клубника с шоколадом в пластиковом стаканчике. Ведь у вас всегда есть выбор – вафельный стаканчик, традиционный пломбир или нечто новое, оригинальное. Более 200 помощников снеговиков из Рязани постарались для вас.